ну всем привет друзья как ваши дела надеюсь что все хорошо воодушевившись тем насколько легко снимать блоги на телефон и поняв насколько почему так много развелось всяких сраненьких блогеров потому что это очень легко когда ты можешь снять тут же смонтировать все одним устройством сделать и не надо париться я решил что почему бы не продолжить снимать так называемые лайвы извиняюсь я подумал почему бы не продолжить снимать живое видео так называемые лайвы потому что но это просто и возможно интересно частности хочется показать мир любительских соревнований любительского автоспорта показать что это вполне доступно и очень рядом то есть по сути любой человек в любой момент может почувствовать себя гонщиком если он вообще очень сильно влюблен в автоспорт то может почувствовать себя его частичкой плюсы на каком-то ну пусть и на каком-то любительском уровне сейчас мы едем на автодром санкт-петербург у нас слава богу в городе есть автодром говорят скоро будет еще один и мы почему-то приезжаем мать вот к этому я не был готов вообще какие-то видимо ремонтные работы но тем лучше потому что мы сможем поговорить встал в пробку которая совсем не был готов потому что мне надо через 15 минут быть на автодроме желательно даже еще быстрее но зато сможем поговорить потому что не уверен что звук будет хорошо писаться на скорости но с другой стороны на то есть живое видео я считаю что так и должно быть вибрации тряски плохой звук ветер ведь я же все ощущаю я вот еду жесткой машине они на заднем сиденье панамеры и поэтому мне же тут тоже нелегко раз это живое видео значит и зритель должен ощущать насколько она живая вот так что сегодня поснимаем покажу автодром покажу что такое любительские соревнования сегодня у нас формат тайм атак в рамках чемпионата любительского который называется аэрон рейсер просто народе утюг гонщик вот формат тайм атак подразумевает под собой что участнику дается несколько попыток в частности здесь их будет 3 15 минутных сессии за которые вы должны показать за одну сессию всего лишь один быстрый круг но собрать его как по сути это как квалификация формуле-1 или квалификация в любом другом автомобильном соревновании то есть вам нужно показать один быстрый круг собрать его естественно нелегко потому что не у всех есть вкат не не каждый все вкатаны по-разному и техника опять-таки у всех разное вот соответственно машины делятся по группам в зависимости от мощности там веса ну там коэффициенты для высчитывания есть не столь сейчас важно вот да здесь действительно дорожные работы сейчас происходят участники делятся на разные группы и вот за этого живут асфальт прям меня сейчас вы будут ждать елку твою мать за эти 15 минут и должен показать этот круг победитель определяется по сумме двух кругов из двух лучших попыток собственно и все не самый интересный для просмотра формат но один из самых интересных для участников с точки зрения того что здесь будет чистая скорость то есть нет никаких искусственных препятствий на трассе ретардеров там шикан каких-то покрышек наваленных конусов ты просто едешь по гоночной трассе в полной ее конфигурации и пока пытаешься проехать ее как можно быстрее собственно давайте уже увидимся на трассе конечно надо стараться чтобы твоя машина была чистая и красивая потому что чистая красивая машина едет быстрее как только ты заезжаешь помыть машину в этот город вылезают поливалки сраные долбаные поливалки что они на кольце забыли я вообще не понимаю но я прям чувствую как я сейчас вылезла вся машина опять в разводах спасибо вам поливал я вас люблю но сегодня задача я не ставлю все каких-то высоких целей к сожалению потому что будет сложно очень много легких машин которые возможно поедут очень быстро ну я конечно попробую на трассе пару задниц но как пойдет главная задача сегодня понять скорость на сликах почувствовать как ехать на сликах на этих на которых я еще не ездил и просто хорошо провести время потому что потому что гонки это весь что вы знаете о вибрации видео попова а а а а ну всем привет решил немножко видео позаписывать что такое у нас любительский автоспорт берешь бушные слики грузишь машину и готовишься к соревнованиям тайм-атак конечно желательно еще и диски не забыть на одних покрышках далеко не уйдешь а и 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 когда планировал быть на автодроме к 10 я приехал один ну собственно вот сам заезд немножко пройдем тут случае можно и заглохнуть потому что надо переключать передачи вот въезд на автодром выглядит примерно так и вот дорога подъезда к автодрому сам автодром слева от нас прямо можно назвать это поддаком там где можно располагать свои транспортные средства и пленком нельзя назвать потому что питов как таковых нет здание администрации прочие всякие да не ну все может быть тихонечку покажу отришь уже в полном разгаре есть красивый бы его есть не очень красиво это вот эти всякая есть типичная картина капотом бмв есть люди добавляют лошадиных сил посижу в тепле автодроме как всегда прохладно ветер дует тучи конечно не очень радует хотелось бы хотелось бы чтоб солнышко вылезло но да ладно погода зато для мотора хорошие здесь проходят технические проверки взвешивания автомобилей соответствия классом ну и всякие конечно вещи с точки зрения безопасности чтобы все было привернуто чтобы ремни не болтались аккумуляторы были закреплены все-таки автоспорт опасно так же присутствие автомобиля скорой помощи только спорт бывает разный и 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Вот так я смешно выгляжу Прошла первая попытка, не без косяков На первом же круге перетормозил Немножко заборол резину и на одном из них вылетел Но в принципе все нормально Как прогнозировал, что думал, от резины ожидал То и произошло Пойду посмотрю, там быстрые машины поехали Надо их поснимать для вас КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда приехал поснимать про любительский тайм-аташ, больше времени уделяешь таких вещам. На самом деле очень круто, ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все. Так сказал, как будто что-то случилось. Отъездили все три попытки, закончились соревнования. Как оказалось, что поснимать даже было очень интересно то, что происходило после соревнований. Я думаю, что вам тоже должно было понравиться. Прикольно, ребята, молодцы. Победил парень, за которого мы болели, потому что тот, кто ехали с ретардерами. Потому что тот, кто ехал первым, слишком сильно разнес ретардер. Ребята ехали с ретардером. По поводу себя, своих соревнований. Но в итоге четвертое место. Выше сегодня было точно не забраться. Вот. Но, в принципе, ну, не могу сказать, что с собой доволен, но доволен не до конца. Потому что по факту не проехал ни одного чистого круга, чтобы было прям вот время, когда бы я мог сказать, ну, вот все. Вот это вот мое время сейчас на этой машине, на этой резине. В хороших быстрых кругах были ошибки. А когда-то мне просто тупо мешали. В один момент казалось, что человек просто сучит. Либо он тупой, либо я не знаю. Но это выглядело ужасно. Поэтому в своей третьей сессии я вообще не показал ни одного быстрого круга, как мне казалось. Но при этом умудрился проехать со временем на 7 тысячных, по-моему, медленнее, чем время во второй сессии. Время не космос. Хочется ехать быстрее, но пока непонятно, как на этой машине. Вот, очень доволен работой с лигов. Очень нравится, как работают, как на них ехать. Это чистейший кайф. Это совсем все по-другому. Вопрос. Сейчас проблемы у машины, по крайней мере, у меня точно с тормозами. Вот, что-то глючит АБС. И понятно, что пора ездить без него. Но из-за этого перетормаживает при этом жопа. И машина не всегда адекватна. Торможение приходится либо раньше гаситься, либо просто ее отлавливать. Очень-очень тяжело. Но в целом неплохо. Нормально. Хороший выезд. Четвертое место тоже не ужас-ужас. Конечно, потеряно много очков в чемпионат. Но, тем не менее, вот, в конце концов, чашки сегодня были точно такие же, как на прошлом этапе. Поэтому ничего нового на полку поставить нельзя было бы. Это, кстати, вот, ме-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Ладно, это все пустое, это я шучу. По себе чего еще интересного? А, ну, пошутил, что не надо перетормаживать на первом круге сразу в первом повороте и квадратить резину. Ну, собственно, сделал это с удовольствием. Сразу же, ну, единственное, что резину вроде как, слава богу, не оквадратил. Не допускал уж совсем жестких торможений, когда понимал, что все, поплыли, и у нас уже не торможение, а скольжение. Все-таки тормоз отпускал и что-то там пытался творить с машиной. Поэтому до греха не довел, но досталось покрышкам, конечно. Очень все болит. Пора ставить ковш в машину, потому что на стандартном сиденье на таких нагрузках ехать невозможно. Висишь на руле и больше с собой борешься, чем управляешь машиной. Ну, так не должно быть, это ужасно. Ремни ставить нормальные, приковываться и ехать уже... Ну, уже время будет лучше, это точно. Что еще было веселого? Ну, исполнил гражана немного. Вот, может показаться, что уснул в улитке. На самом деле произошла дикая дичь. Я в картинговых тапках сегодня, они достаточно узкие. И я не знаю как, но у меня на торможении педаль... На торможении как-то я краем ноги тормозил, я уж не знаю. И слегка задел газ. И машина, конечно... А там эта улитка, она доворачивается. И пришлось жопой вперед лететь. Думал, что доеду до покрышек. Потому что скорость как-то в обратную сторону показалась очень гигантской. И думал, что все, я должен быть в заборе обязательно. Но нет, все обошлось. Немножко проплыл по луже, встал. Все нормально. Даже не зарылся в грамме и спокойно выехал. И смог продолжить соревнования. Единственное, что это было уже под конец. Поэтому на грязных колесах никаких быстрых кругов показывать уже не стал. И почти сразу заехал. Съехал с трассы, потому что какой смысл. Так что вот так вот. Надеюсь... Ну, это не ролик. Это какой-то лайф. Надеюсь, бложек. Назовем это бложеком. Надеюсь, бложек понравится. Монтировать буду быстро. Буду монтировать, не монтировать. Будет это все с телефона. Поэтому, к сожалению, будет скучно. Без музычки и без прочего. Чистый звук. Чистые эмоции. Чистые люди. Иногда грязные. Единственное, что постараюсь с гоупрошек как-то запилить видео. Чтобы был понятен процесс. Чтобы появился какой-то как анборд. Камера на бампере была. Так что, чтобы чуть больше экшена было. Постараемся сделать. А так все будет чисто. Без ничего. Если все понравится. Все так дальше пойдет. То постараюсь каждый свой выезд снимать. Я надеюсь, что это поможет как-то и развитию любительского автоспорта у нас в регионе. Так, сейчас у нас тут сложная ситуация. Вот. И привлечет какое-то дополнительное внимание к автоспорту. И очень надеюсь искренне и доступно рассказать о том, что он доступен. Доступно будем рассказывать о доступном автоспорте. Почему нет? Всем привет. С вами был я. А со мной были вы. Спасибо вам за это. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...